Абсолютно все, что я буду рассказывать в этом видео, подкреплено моими собственными результатами и моим собственным опытом на бирже. Я постарался выбрать для вас именно три направления, которые вы можете использовать абсолютно с нуля. Если вы только начинаете заходить в крипту или у вас небольшой капитал, вы все равно можете это повторить и все равно можете сделать подобный результат. Мы сегодня с вами будем разбирать способы заработка на бирже OKEX без самостоятельной торговли, без анализа графиков, покупки каких-то монет. Благо биржа это позволяет, на ней есть все необходимые для этого инструменты. И первое, что вам нужно понимать. Вообще в крипте есть два способа, как можно заработать. Это трейдинг и стейкинг. Это две такие большие категории, к которым уже может к трейдингу относиться и пресейлы, и фьючерсная торговля, капитрейдинг, торговые боты. Это все относится к покупке и продаже каких-то активов. Есть стейкинг, когда вы даете деньги в долг для получения процента. И это уже могут быть и пулы ликвидности здесь же, и лендинги. Все-все это стейкинг. То есть у нас путей для заработка на самом деле не так много. То есть есть основные две категории. И что касается стейкинга, на бирже OKEX есть раздел Earn, в котором вы можете застейкать свои монеты и получать 3,8-4% годовых. Здесь написано, конечно, 10%, но 10% вам дается именно на первые 1000 долларов. Если у вас больше 1000 долларов, то вы уже не получите 10% годовых, поэтому проценты здесь на самом деле небольшие. Но этот процент может заметно вырасти, например, на росте биткоина. Если вы просто даете деньги в долг бирже, как бы вкладываете их здесь в стейкинг, свои USDT, и биткоин растет, то больше людей занимают USDT для того, чтобы открыть маржинальные позиции. И вот этот процент APR может вырастать до 20%. Но он там может держаться несколько дней, иногда и до 40%. И мы все это с вами видели на недавних небольших всплесках биткоина. Этот способ не приносит вам большой доходности, но зато он достаточно стабильный, потому что доход вы получаете именно в монетах USDT. Единственный риск это то, что со самой монетой USDT что-то случится. Но опять же, друзья, вам нужно понимать, что USDT находится на третьем месте после биткоина и эфира. Это самый крупный стейблкоин, который превосходит все остальные просто в разы. Тот же самый USDT имеет капитализацию 25 миллиардов, у USDT капитализация 95 миллиардов долларов. Если упадет USDT, упадут много очень инструментов и много бирж вместе с ним, потому что у многих все капиталы, какие-то защитные фонды в большинстве своем состоят из USDT. Поэтому, если мы с вами хотим получать пассивный стабильный доход в USDT, то мы можем использовать с вами раздел OKExEarn. Вот здесь он находится. Просто нажать здесь кнопочку подписаться и закинуть сюда свои USDT в стейкинг. Проценты вам будут начисляться каждый день. Но, конечно же, многие из вас захотят зарабатывать больше. Гораздо больше, чем даже 10% годовых. Захотят зарабатывать эти 10% за месяц или за неделю. С помощью следующего способа у меня, например, за эту неделю получилось заработать 13,3%. Учитывая, что биткоин стабильно падал, мои доходы стабильно росли все это время. И для того, чтобы получать такие проценты, нам нужно смотреть теперь в сторону трейдинга. Но что делать, если вы не хотите сами трейдить, либо вы уже обжигались, или у вас нет опытов, и вы боитесь торговать сами. Для этого нам на помощь приходят другие люди, либо алгоритмы, которые будут управлять нашим капиталом. Что это такое? У нас есть два вполне понятных инструмента. Копи-трейдинг, когда нашим капиталом управляют другие люди. И второй инструмент – это торговые боты, когда нашим капиталом управляет алгоритм. Но не спешите выключать видео, с торговыми ботами все не так просто. И просто зайти и настроить торгового бота на бирже, скорее всего, не принесет вам такого результата. И сейчас мы с вами поговорим, почему и как правильно вообще пользоваться этими инструментами. Если вы решили доверить свои деньги другим людям, используйте для этого только проверенные инструменты. И делайте это только через биржу. Ни в коем случае, если вам где-то в личку, в Телеграме предлагают вложиться в какой-то фонд или дать кому-то деньги в управление, не доверяйте этим людям. Когда вы пользуетесь разделом копи-трейдинг, он находится в разделе торговать, и здесь есть копи-трейдинг. Когда вы здесь находите трейдеров и подписываетесь на них, то трейдеры не могут никак вывести ваши деньги. Они, в принципе, не имеют доступа к вашим деньгам. Вы лишь соглашаетесь копировать те сделки, которые совершают эти трейдеры. OKEX защищает вас и защищает ваши деньги. Как правильно выбрать копи-трейдера и как подписаться на нужного человека, который не сольет вам весь капитал? У меня опыт в копи-трейдинге уже очень большой, на разных биржах. Я думаю, те, кто следит за каналом, это знают. Люди очень часто смотрят на долю прибыльных сделок, на P&L и видят, у кого больше доход за 90 дней, на того они и подписываются. Нажимают кнопку копировать и все. На самом деле копи-трейдеры требуют настолько же сильного анализа, насколько бы вы проводили анализ криптовалют. Только в копи-трейдинге все немного легче и здесь меньше данных, которые вам нужно анализировать. Поэтому вы можете этому научиться достаточно быстро. Во-первых, на что смотрю я? Я смотрю на количество денег под управлением. Есть раздел активы под управлением, который вот здесь можем выбрать. Вот здесь уберите обязательно сначала показывать трейдеров из моего региона, для того, чтобы у вас нормальный был фильтр. И вот здесь справа в фильтрах поставьте активы лид-трейдера от 50 тысяч. Прямо вот так перетягивайте ползунок до конца. То есть активы трейдера, которые будут управлять вашими деньгами, должны быть от 50 тысяч долларов. У него у самого должны быть огромные активы. 50 тысяч это не огромные, но мы сейчас будем искать именно большие активы. Вот он трейдер, например, который на первом месте. Я на него уже подписан. Я заранее его выбрал. Посмотрите его доходность за 90 дней. Он торгует здесь уже давно. Можно доходность за год посмотреть. И мы видим, что он достаточно стабильно торгует. Бывают у него просадки, но в основном он достаточно стабильно торгует. Почему я выбрал именно этого трейдера? Потому что, во-первых, он очень давно торгует. И я могу посмотреть за все эти месяцы его статистику. Эту статистику никак нельзя тоже подстроить. Это статистика от биржи. У этого трейдера находится 6 миллионов долларов под управлением. Своих 100 тысяч долларов. И вот вы видите, какие копии трейдеры, те, кто на него подписан, сколько они денег заработали. Вот, посмотрите, он заработал людям 60 тысяч долларов. 60, 50, 47, 41 и так далее. Почему важно, сколько денег у самого трейдера, я думаю, сильно пояснять не нужно. Потому что, когда трейдер совершает сделки, то в первую очередь он должен рисковать своими деньгами. Дело в том, что трейдеры получают с нас, с копий трейдеров, тех, кто копирует их сделки, процент от прибыли. То есть, они торгуют, и прибыль, которую они нам принесли, они получают процент с этой прибыли. С убытков они ничего, по сути, не теряют. Если они нам принесли убытки, то они ничего не теряют. И очень часто трейдер сам торгует на тысячу или на пять тысяч долларов, даже на десять тысяч долларов. А у него в управлении находятся там на миллион, на два, на три миллиона долларов денег. Соответственно, своими деньгами он почти не рискует. Ему свои деньги, в принципе, не нужны, потому что прибыль основную он получает именно с копий трейдеров, с того, кто копирует его сделки. И он, ничем не рискуя, зарабатывает себе деньги. Если же у трейдера, я очень часто такое вижу, кстати, вот это не самый идеальный пример. Например, я видел трейдеров, у которых своих денег в два раза больше, чем тех денег, которые у них находятся в управлении. Соответственно, трейдер в первую очередь рискует своими деньгами. То есть очень важно, чтобы он, когда совершал сделки, то он своими деньгами рисковал больше, чем деньгами других людей. То есть ему было страшнее потерять, чем заработать. Тогда у него будет правильный риск менеджмент. Тогда этот трейдер будет торговать вашими деньгами, как своими. Потому что он торгует и своими, в том числе, когда открывает эти сделки. Далее очень хороший раздел персональной сделки. Если он есть, то открывайте и смотрите его. Это персональные сделки трейдера. Не которые он торгует на аккаунте для копитрейдинга, а на своем собственном аккаунте. И вы тоже можете посмотреть, какой у него здесь уровень риска и какая у него доходность на его персональных сделках. Давайте рассмотрим пример еще одного трейдера. Дело в том, что у этого трейдера уже максимальное количество подписчиков. И вы уже не сможете на него подписаться. Только если кто-нибудь от него отпишется. Но вот здесь есть трейдеры, у которых есть активная кнопка копировать. И вы можете на них подписаться. И вот давайте рассмотрим этого трейдера. Во-первых, мы смотрим на его статистику за год, не просто за 90 дней. И видим, что у него были очень сильные просадки. У него была просадка на 32%. Хотя если мы зайдем в его персональные сделки, то здесь у него тоже очень большая статистика. Он очень долго торгует сам. И у него достаточно хороший график. Хотя вот здесь у него действительно была сильная просадка. То есть тут как бы не все так красиво. Но, не знаю, для меня все-таки просадка в 32% это очень большая просадка. Я бы, скорее всего, на этого трейдера не подписывался. Посмотрел бы что-нибудь еще. Мы видим хорошо, что у него своих денег 106 тысяч долларов. 2 миллиона под управлением. В разделе «Исполняемые ордера» мы можем посмотреть текущие его сделки. Находятся они там в минусе или в плюсе. Историю ордеров, историю сделок. Ее тоже стоит просматривать чисто, чтобы посмотреть, чем торгует в основном трейдер. Кстати, то, что он торгует биткоином, это хорошо. У него там 1, 2, 3 актива, в которых разбирается человек. Это отлично. Когда трейдер начинает торговать всем подряд, то здесь уже могут быть большие проблемы, потому что иногда он может зайти в актив, в котором он не особо разбирается, не особо знает, как этот актив себя ведет в разных фазах рынка. Также не очень важным является прибыльные и убыточные дни и доля прибыльных сделок. Потому что доля прибыльных сделок может быть и 40%, а P&L будет плюсовой. А может быть и 88%, а P&L может быть минусовой. Потому что условно одной сделкой можно все слить. То есть все важно, насколько она убыточная. А иногда при очень жестком риск-менеджменте, когда у вас там стоп стоит очень близко к цене, у вас может быть доля прибыльных сделок всего лишь 40%. Но общий P&L у вас будет плюсовой. Так что на что мы здесь смотрим? На то, сколько денег у самого трейдера и их отношение к капиталу, которым он управляет, на график трейдера за последний год. Если мы видим, что график там только 2 или 1 месяц, таких трейдеров даже не смотрим. Ищем именно трейдеров, у которых есть большая история. Если у них в аккаунте для копитрейдинга, возможно, там они месяц его торгуют, посмотрите их персональные сделки. В персональных сделках должна быть история более длительная, чем за несколько месяцев. Смотрим график, смотрим максимальные просадки. В принципе, доходность в прошлом не гарантирует, доходность в будущем. Но, по крайней мере, мы примерно можем понимать, сколько этот трейдер может заработать и какие максимальные просадки у него могут быть в будущем. После чего нажимаем кнопку скопировать. Здесь тоже по настройкам быстренько объясню. Здесь выбираем не фиксированную сумму, а пропорциональную сумму. Потому что трейдер всегда открывает на разные суммы сделки. Какую-то сделку он открывает на меньшую сумму, какую-то на большую. И мы хотим открывать пропорционально тому, как открывает трейдер. Если он открывает на большую сумму, мы тоже хотим открыть на большую, чтобы результаты у нас были максимально похожие на него. Если мы выберем вот здесь фиксированную сумму, то мы каждую сделку будем открывать на фиксированную сумму, например, на 100 долларов. Каждая сделка будет на 100 долларов. А если трейдер открыл одну на 100 долларов, а следующую на 1000 долларов? Наверное, в ней он больше уверен, и он другой риск-менеджмент закладывает уже в эти сделки, соответственно, если мы будем все открывать только на 100 долларов, то у нас будет результат другой и отличаться от него, поэтому указываем здесь пропорциональную сумму, здесь у нас сразу же появляются рекомендации, вот наводим на вот эти рекомендации плеча и видим среднюю сумму ордеров литрейдеров, то есть он в среднем открывает на 6 тысяч долларов сделки. Соответственно, мы уже понимаем от нашего капитала, какое нам нужно установить плечо, чтобы с ним зайти, и какой установить множитель от его суммы входа. К примеру, если он заходит на 6 тысяч долларов, а мы хотим заходить пропорционально, как он, но у нас нет 6 тысяч долларов, мы хотим заходить в сделку на 600 долларов, то мы поставим здесь 0,1, вот, примерно на 612 долларов будет у нас вход в сделку совершаться. Можно поставить 0,05, но если мы поставим очень низкое значение, там меньше 100 долларов, то некоторые сделки по биткоину, например, могут у нас и не проходить, потому что там сумма ордера у нас будет меньше минимальной цены, поэтому слишком маленькие значения здесь не ставьте. Мы видим также среднесуточное количество ордеров, открываемых литрейдером, 19, то есть в среднем в сутки он делает 19 сделок, поэтому мы должны закладывать, что если каждая наша сделка будет на 300 долларов, то в среднем у нас должно быть 6 тысяч долларов в сутки, чтобы хватило этих денег для открытия 19 сделок. Я думаю, здесь понятно, просто 300 умножаем на 19, вот и получаем там 5700, типа почти 6 тысяч долларов. Далее максимальную общую сумму можем тоже ограничить, например, чтобы у нас не расходовалось максимум на все сделки, там больше 7 тысяч долларов, и вот здесь это можем выставить. В разделе дополнительно мы можем установить свое плечо, свои там кросс маржа или изолированное, но я рекомендую поставить как у трейдера, чтобы у вас все было максимально как у трейдера, чтобы результаты у вас тоже были такие же, потому что изначально вам нужно просто проанализировать правильно трейдеров, а потом выбрать все как у них, чтобы результаты у вас были максимально приближены к ним. Здесь тоже рекомендую ничего не устанавливать и нажать, я прочитал и копировать. После этого просто переходим в раздел копитрейдинг, в мои копии, и здесь мы можем проверять, сколько денег мы заработали. Также вот здесь возле каждого трейдера есть кнопка настройки, где мы можем увеличить общую сумму. У меня, например, вот здесь сейчас общая сумма для входа в сделку стоит 1000 долларов. Я могу, и это 0.02 от того, что делает трейдер, потому что трейдер, на которого я подписан, в среднем у него сделки, кстати, я удивлен про 100 тысяч долларов максимальный капитал, потому что у него вот в среднем сделка на 51 тысячу долларов. То есть он открывает вот такие огроменные просто позиции. Опять же, для меня это большие позиции. Если мы берем, что это позиция с 10-м плечом, то это всего лишь 5000 долларов у него находится своих денег в сделке. Итак, с копитрейдингом мы разобрались, теперь переходим к торговым ботам. Именно торговые боты позволили мне принести вот такую доходность за неделю 1800 долларов в 13%, и все это вообще без моего участия. Вы можете использовать торговых ботов, которые находятся на бирже OKEX. У меня есть отдельное видео по торговым ботам, по подсказочке оно будет, можете посмотреть. Оно, правда, большое, поэтому здесь, я думаю, не стоит это видео еще сильнее удлинять. Видео о всех видах торговых ботов на бирже OKEX, рекомендую его посмотреть. Боты вот таким образом будут торговать за вас, покупать подешевле, вот здесь, где видите зеленые стрелочки, продавать, где красные стрелочки, подороже. При том, что если вы грамотно настроите риск менеджмент, то у вас будет цена ликвидации, либо вообще отсутствовать, либо вот как у меня по эфириуму, шорт позиция по эфиру стоит, да, бот находится в шорте. И цена ликвидации 101 тысяча долларов, то есть это весьма, эфир должен вырасти до 100 тысяч долларов, чтобы меня ликвидировало. У меня сейчас есть минусовые позиции, как вы видите, они открыто минусовые. Но вы должны понимать, что чтобы боту заработать, ему нужно покупать, когда цена падает, поэтому минусовых позиций никак не избежать. Но все это потом будет вырастать и переливаться в плюс. Поэтому, настраивая торговых ботов, у вас должно быть, во-первых, понимание, как это работает, а во-вторых, доверие к той стратегии, которую вы выбрали. Потому что у меня, например, мои настройки торговых ботов открыты и находятся в нашем торговом клубе. Любой человек может зайти, применить мои настройки, скопировать. И мне иногда люди пишут, типа, у меня минус 100 долларов, что делать? Закрывать позиции, твои настройки, твои боты не работают и прочее. А потом, через несколько дней, эти боты выходят в плюс. И первое, что я вам хочу сказать, то, что если вы смотрите у кого-то настройки, в том числе у меня, то вы все равно сами отвечаете за свои деньги. Не нужно мне писать и говорить, что у тебя плохие настройки или что мне делать со своими деньгами. Это ваш риск-менеджмент. Если вы не можете пересидеть просадку, если вы не можете перетерпеть, то, пожалуйста, пользуйтесь тем, что я вам рассказал до этого. Выберите копию трейдера. Отправьте деньги просто в стейкинг, в эрн и все. Не парьтесь, даже не залезайте в торговых ботов, если вы не готовы сидеть в минусе. Если вы даже не готовы потерять свои деньги. Потому что некоторые люди теряют деньги даже на торговых ботах. Итак, расскажу вам про свою стратегию настройки торговых ботов, как я ими пользуюсь. Они у меня настроены не только на бирже OKEx, но буду рассказывать именно про тех, которые настроены здесь. Я пользуюсь сторонними сервисами для торговых ботов. В частности, сервисом Velas. Вот, кстати, прибыль. Это прибыль за месяц по всем биржам по торговым ботам. Это все исключая комиссию, потому что вот комиссии я там заплатил биржам 194 доллара. Все остальное – это чистая моя прибыль. Здесь вам нужно зарегистрироваться. У нас ссылочка тоже в описании будет на Velas. Вот 10 долларов мы даем на оплату комиссий при регистрации по нашей ссылке. Вот здесь есть API-ключи, и вам нужно нажать «Добавить API-ключ», выбрать вот здесь OKEx фьючерсы и нажать «Подключить в один клик». У вас сразу же вылезет окно коннекта к OKEx, вы подключите по API. Все, теперь вы можете настраивать ботов на Velas, которые будут торговать на вашем балансе на бирже OKEx. Очень важно, что эти боты никак не имеют доступа к вашим деньгам, и они не смогут их никуда вывести. У меня вот здесь вот есть целый пост, я вам не буду его сейчас полностью показывать. Зайдите в Telegram-канал, в наш торговый клуб, и здесь будет пост с настройками ботов на OKEx. Основная суть этих ботов – вы, конечно, можете использовать мои настройки, вы также можете создать своих ботов. Вот здесь есть кнопка «Создать бота», выбираете биржу OKEx, выбираете API-ключи, ставите «Long» или «Short» бота, я рекомендую настраивать именно «Long» бота. Выбираете монету, на которой будет настраивать бота, например, Matic, USDT, вводите сумму 1000 долларов. Здесь видите, сразу сумма с биржи OKEx, баланс свободный подгружается сюда. Выбираете плечо, с которым будете торговать, к примеру, 10-е. Здесь можете выбрать режим торговли либо стандартный, либо задать эти настройки вручную. У меня есть, опять же, отдельное видео по настройке Велес-ботов, поэтому тоже оставлю его в подсказках. Переходите и смотрите. Я вам даю направление, в которое вы можете пойти и заинтересоваться. А эти направления уже нужно изучать глубже, чтобы вы понимали, что за одно видео я вам не смогу сейчас рассказать полностью и про это, и про это, и про это все. Просто даю вам направление, куда дальше двигаться и развиваться. Если вас что-то заинтересует, то у меня на канале есть по этим направлениям абсолютно вся информация. Основная суть этих ботов в том, что вот здесь в конце есть настройки. Это фильтры для старта бота. Фильтры позволяют вам настроить дополнительные триггеры для того, чтобы бот входил в сделку. Например, он может смотреть RSI на одноминутном интервале. И в случае, если он меньше 50, то бот будет заходить в сделку. И вот здесь вы выставляете эти фильтры. Это разные индикаторы, которые используются в трейдинге. Вы эти индикаторы можете на Tracing Queue посмотреть в разделе индикатор. И вы здесь можете включить их, посмотреть, как они работают. Почитать, кстати, про них можете. И потом их уже сами вручную добавить. Они будут выступать фильтрами, через которые бот будет в ходить в сделку. То есть он не просто так входит в сделку, а он смотрит на индикаторы. Если индикаторы говорят, там, сразу несколько индикаторов, вот представьте, если вы сделали 4, то 4 индикатора должны сказать, да, мы входим в сделку. Или 7 индикаторов должны сказать, да, мы входим в сделку. Чем больше у вас будет фильтров, тем меньше бот будет совершать сделок, но тем они будут точнее. Здесь вы можете нажать кнопочку «Рассчитать» и сразу же рассчитать, какое примерно количество сделок по монете у вас будет с теми настройками, которые вы поставили. Ну вот здесь количество сигналов за последний месяц будет 8700. Также можете поставить стоп-лосс, установить здесь трейлинг-стоп на биржу OKEX, например, наступен трейлинг-стоп в Велизботах. Либо установить мультитейки, это тоже у меня есть отдельное видео по настройке Велизботов, там все это смотрите. Я же вам просто говорю, что вот эти настройки, когда вы запускаете бота, дают вам то, что он сам заходит на фьючерсы и открывает сделки и начинает приносить вам прибыль. То, что зависит от вас и то, что вам обязательно нужно использовать в торговых ботах, это выставлять обязательно кросс-маржу. Вот у меня на всех сделках стоит именно кросс-маржа. Вот здесь в настройках выбирайте маржа перекрестная, тогда у вас именно будет кросс-маржа. И у вас всегда денег на балансе должно быть примерно в полтора, а то и в два раза больше, чем та сумма, на которую у вас настроены боты. То есть вот здесь, когда вы закладываете там тысячу долларов в бота, у вас на балансе должно быть две тысячи долларов. Тогда в случае даже сильных просадок бот сможет откупать дальше и сидеть в этой просадке, вам маржи хватит для всех этих просадок. Потом, когда цена будет восстанавливаться, вы будете выходить вместе с ботом в плюс. Я надеюсь, что данное видео дало вам какое-то направление для развития. Если это так, то напишите об этом в комментариях, потом можете вернуться и написать, какие у вас результаты получились спустя месяц, спустя два месяца. Я вам гарантирую, что если вы сейчас начнете разбираться, то результаты к вам придут. Но самое главное, это не просто тупо зайти там, например, скопировать мои настройки, а разбираться действительно, как все это работает. И тогда у вас обязательно будет результат. Спасибо за просмотр, всего хорошего и всем больших заработков, удачи, пока!